Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Трума. Речь здесь пойдет о пожертвовании для благих целей, того, что наш народ давал для постройки и поддержания святилищ. Наша недельная глава, дорогие друзья, раскрывая детальный план его строительства, указывает, каковы должны были быть приношения. Существовало три вида пожертвований. Первое – это Шкалим. Ежегодный взнос в размере полшекеля уплачивался за жертву. Единовременный – это второй взнос в размере полшекеля для создания опор святилищ. Третье – также одновременный взнос, срок которого истекал с окончанием строительства храма. Он обеспечивал святилища материалами и покрытием. Первый вид пожертвований, дорогие друзья, сохранялся постоянно, пока существовали святилища и храм. В память о нем мы даем перед Пуримом пожертвования в размере пол-единицы сегодняшней валюты страны, в которой мы живем. Второй и третий виды трумы были ограничены во времени, сроком окончания строительства. Почему это должно интересовать нас и сегодня, дорогие друзья? Тура вечно. И любой ее нюанс имеет то или иное отношение ко всем нам во все времена. В особенности то, что касается деталей святилища, о котором сказано. «И построят мне святилища, и я буду обитать в них». Шмот 25,8. То есть Всевышний будет находиться не только в самом храме, но и в сердце каждого из нас. И даже если разрушенное здание, человек может создать святилище в душе, как духовный аналог того существования, что было. Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что пожертвование для опор являлось обязательно и было одинаковых для всех полшекеля. Оно шло на фундамент храма. Если искать аналогию в духовной жизни человека, приношение для опор соответствует изначальному акту Кабалат Оль, то есть подчинению воле Бога. Когда человек отказывается от независимого существования, чтобы стать средством распространения Тора. И в этом все люди равны. Необходимо лишь состояние восприимчивости, и это основа истинного служения. Без нее человек далек от Всевышнего. С другой стороны, мешкан. Это то, что воздвигнуто на фундаменте. Он олицетворяет веру, обеспечивает ее проникновение в разум и сердце. В каждом или в этом каждый человек индивидуален, потому что интеллектуальные силы и темперамент распределяются неравномерно. То, до какой степени человек может, опираясь на достигнутое с помощью Кабалат Оль, знания существования Всевышнего, его воспринять, приумножить или преобразить свои силы, эмоции и так далее, зависит от конкретных возможностей индивидуума. Наш народ называется воинством Всевышнего. Для каждого приготовлено в этом войске место и цель. Ясна. Завоевать весь мир, приготовить место для полного раскрытия Всевышнего. Для такой работы действительно требуется солдатский характер, дорогие друзья. Требуется немедленно выполнять приказ Творца. Так нужно для победы. Свойство победы – это нецахон, кореница в сокровенной глубине божественной воли, где нет границ, где отсутствует понятие много или мало. Бесконечный поток божественной энергии идет оттуда, как каждому солдату в нашем войске. Неважно, сколько времени прошло, неделя, год или десяток лет, каждый раз разумность святости, штут дек душа, оказывается в высших мирах, закладывая еще один камень в фундамент третьего храма. В тексте Тора, дорогие друзья, используется глагол «взять», а не «дать». Но почему же используется именно глагол «взять», а не «дать», «давать» хотя бы в одной из частей этого предложения? Конечно, Всевышний – величайший психолог всех времен и народов. Ведь брать, взять всегда легче, чем отдать или давать. Но, вероятно, не только. Взять приношение для меня – это взять для себя. Когда ты пожертвуешь и даешь, то на самом деле ты берешь, приобретаешь сам. Начиная от самоуважения к себе, потрясающего чувства, исполняющего добром других из себя, то есть митцвы до веры. Что Всевышний поможет и вернет тебе, так сказать, в сто крат больше. В нашей традиции каждый должен давать 10% на благотворительность. Давайте помогать друг другу. Если мы можем помочь кому-то сейчас, то завтра кто-то сможет помочь нам в трудную минуту. Этого и нам всем и желаю. Браха вас лаха, взаимопомощи. Будьте здоровы. Шалом, ваш Равин Каплан. Звук лаха, взаимопомощи.